всем привет это очередной обзор рынков за текущую неделю как обычно посмотрим основные с вами инструменты индекс московской биржи посмотрим что у нас на фоне инфляции происходит что ожидать у центрального банка ну и как обычно смотрите это видео до конца не перематываем все станет предельно понятно но чтобы не пропускать на выпуск обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик что вам приходили уведомления о новых выпусках но мы с вами традиционно начнем с индексом московской бирже которые собственно согласно моему прогнозу пришел именно туда где я его и ждал буквально на текущей неделе в конце недели в рамках приватного телеграм-канала я писал свои ожидания где я ожидаю индекс московской бирже если обратим внимание на мой пост с приватного телеграм-каналом то я здесь писал где я жду рынок обратите внимание вот эту зону хотя ранее я говорил что мы находимся у зоны продавца соответственно отсюда как минимум должны пойти продажи и указывал вот эту зону где я ожидаю рынок и что мы с вами видим а мы видим что мы достаточно большой путь прошли и соответственно пришли именно к этой зоне то есть в очередной раз мои ожидания не оправдались но добавила то скажем масла в огонь и статистика по инфляции я уже на протяжении нескольких недель до говорю о том что инфляционные данные у нас выходят плохие инфляции по-прежнему разгоняется все это будет давить на центральный банк и будет давить на решение центральный банк в отношении повышения ключевой ставки и соответственно исходя из всего этого в чем позитив на нашем рынке на самом деле я не понимаю но и мы видим к чему это собственно приводит по всей той логике которая описывалась ранее в принципе у нас докажется до заседания центрального банка рынок начинают подкидывать ну а в дальнейшем когда приходит дата самого заседания наш рынок начинает продавать потому что рынок получает те данные которые выходят по инфляционным ожиданиям и давайте с вами посмотрим по последним данным годовая инфляция в россии подскочила до 9 22 процентов представьте себе более чем в два раза различия до между ожиданием центрального банка в 4 процента приход к инфляции и те актуальные данные которые мы с вами получаем более чем в два раза превышает эти инфляционные данные и так скажем на текущей неделе выходили некоторые представители центрального банка и уже начали некоторые скажем вбросы в информационное пространство свои вводить так скажем тот же самый центральный банк в лице заботкина уже начинает говорить о том что центральный банк может рассмотреть варианты повышения ключевой ставки в юле на 12 на подпункта а также комментарии заботкина о том что нежелание высокой инфляции в россии замедляться требует жесткой денежно-кредитной политики а до этого якобы центральный банк не знал да что инфляция разгоняется с каждым месяцем ожидание инфляционный повышается с каждой недели и все это приведет к чему а то к тому о чем я говорил ранее получится сценарий как в прошлом году когда центральный банк тянул тянул а в августе сразу начал такими шагами крупными поднимать ключевую ставку и сейчас на мой взгляд если ситуация не поменяется до заседания центрального банка времени остается все меньше то скорее всего центральный банк примет решение о поднятии ключевой ставки на мой взгляд до 17 с половиной 18 процентов но и не исключая более какой-то такой жесткий до вариант поднятия ставки скажем до 20 процентов на мой взгляд центральную банку нужно шокировать до рынок поднять ставку до 20 процентов ну и скажем через пол месяца там месяц ее снизить то есть это шокирует рынок и тем самым инфляционные ожидания они будут снижаться а когда центральный банк у такими семенильными шагами поднимают ключевую ставку но собственно я думаю что теоретически это ни к чему не приведет и инфляционные ожидания не как были так они и останутся и мы уже неоднократно слышали вот эти слова центрального банка о том что пик инфляции практически пройден мы это слышали в конце 23 года когда центральный банк говорил что в начале 24 года пинков пик инфляционных ожиданий пик инфляции будет пройден сейчас уже эта точка сместилась на лето далее эта точка может зрение сместиться на осень и так до 2025 года поэтому мы с вами увидели такую некую паническую продажу на нашем рынке хотя на самом деле об этом я уже говорю какую неделю я не понимаю кто тарит акции широким фронтом тот что за хомячки скупают эти акции но мы видим в итоге к чему это все приводит конечно же так как рынок закладывает повышение ключевой ставки мы с вами наблюдаем и снижение в долговом рынке кстати если мы с вами обратим внимание по долговому рынку то все движения даже по ины 40 бай я заранее предугадывал предсказывал во первых цель была 105 которую мы достигнули от него пошел отскок далее указал уровень сопротивления 107 до которого мы доскочим но от которого я ждал продажи собственно что мы с вами и увидели ну и также ждал волну вниз к тесту снова уровня 105 что мы собственно сейчас вами наблюдаем а почему это собственно происходит но давайте с вами более углубимся в долговой рынок немножко здесь порассуждаем в целом что из себя представляет долговой рынок и когда оказывается давление на долговой рынок долговой рынок офисы государственный долг он является таким более надежным но в этом долговом рынке существует такой главный риск называется он страновой риск когда стране происходит с страны какие-то такие вот конфликты геополитического характера соответственно что делают инвесторы скажем нерезиденты когда наступает этот главный риск казалось бы надежного инструмента соответственно нерезиденты начинают из этих бумаг из долгового рынка выходить мы с вами видим обвал второй момент второй момент это конечно же инфляция когда инфляция у нас растет центральный банк поднимает ключевую ставку для того чтобы обуздать инфляцию для того чтобы снизить экономическую активность в стране это второй пункт который давит на долговой рынок рынок офисы но здесь нужно забывать что при росте ключевой ставки доходность офисы падает соответственно офисы начинает продавать мы видим снижение долгового рынка но этот долговой рынок вот индекс аргабай отражает краски длинные облигации для будущих покупателей он становится более доходным то есть продавая держатель офисы закладывают премию более доходную для будущего покупателя соответственно когда офисы падают доходность их растет параллельно мы с вами видим и снижение нашего российского рынка акций так как долговой рынок он более надежный чем более рискованный рынок акций соответственно из рынка акций начинает ликвидность выходить переходить в долговой рынок так как доходность долгового рынка растет но это один из факторов соответственно если мы сейчас с вами предполагаем то что центральный банк поднимет ключевую ставку скажем ну на полтора на два пункта естественно это окажет давление на рынок офисы длинные длинные офисы это мы с вами видим по индексу аргебай но так как мы с вами видим уже более продолжающейся динамику растущей инфляции начиная с 2024 года кацанка центральный банк все вправо и вправо переносит пик инфляционных ожиданий а то скорого от сток а сколько в рынке офисы я думаю ждать не стоит потому что вот эта инфляция если действительно центральный банк сейчас не начнет как-то более жестко регулировать эту денежную политику как-то более жестко поднимать ключевую ставку мы с вами можем увидеть что давление на офисы может продолжиться до осени или до конца текущего года и все кто ожидает а скажем хорошо заработать на отскоке в рынке офисы на отскоке само тело облигаций может просто засесть в этих облигаций поэтому ни в коем случае весь свой депозит в облигации не нужно размещать так как вы можете стать долгосрочными инвесторами я облигации пока что еще не покупал ни на каких уровнях принципе сейчас уже более такие интересные уровни мы с вами наблюдаем и возможно когда будет заседание центрального банка возможно я присмотрюсь если я буду покупать соответственно я буду писать об этом своем приватном телеграм канале пока у меня офисы нет все кто покупал офисы ранее начиная да вот с этих примерно уровней со 117 мы видим что эти покупки они оказались достаточно но неправильными да вот и соответственно второй момент который может положительно повлиять также у на фс это какие-то за скажем положительные моменты в геополитическом факторе сейчас очень много идет новостного фона до касательно возможных то скажем переговоров вот конечно же если это случится это будет положительным моментом и мы сразу же мигом увидим с вами достаточно неплохой отскок в долговом рынке потому что еще раз повторюсь страновой риск это главный фактор риска который мы на можем наблюдать в офисы соответственно если этот риск у нас будет сводиться на нет мы с вами увидим достаточно бодры отскок вот но не нужно забывать у нас и страновой риск и инфляционный риск это два главных фактора который сейчас собственно и давит на рынок офисы заставляя центральный банк собственно реагировать на повышение ключевой ставки и соответственно выход ликвидности с рынка офисы делая его более привлекательным и то скажем подстраивающийся под текущую доходность рынка если мы технически посмотрим с вами на график rgb ай то мы можем с вами увидеть пик да когда у нас обваливались собственно на геополитических рисках долговые бумаги то самый минимум от которого был отскок у нас уровень 98 то есть фактически у нас есть еще задел возможного снижения от 105 до 98 но согласитесь это уже интересные уровни нежели чем по было покупать вот в этой зоне то есть мы видим насколько долговой рынок снизился вот с этих уровней то есть фактически даже если вы являетесь скажем долгосрочным инвестором это опять же мое лично сугубо субъективное мнение до пишите ваши комментарии под видео с вашим мнением соответственно здесь уже более менее интересный уровень где принципе можно набирать длинные облигации себе в портфель если опять же они вам нужны если вы являетесь долгосрочным инвестором если вы не боитесь держать облигации в принципе доходность облигационная офис длинных порядка 15 с половиной 16 процентов это достаточно неплохо зафиксировать на долгие годы такую доходность поэтому если вы являетесь долгосрочным инвестором и вы не боитесь скажем пересиживать возможно еще снижение при этом получая купонную доходность то принципе текущие уровни текущем уровне можно присмотреться для набора позиций скажем до возможно уровня 100 тире 98 принципе здесь задел остался достаточно небольшой но еще раз повторюсь если инфляция будет продолжаться держаться на текущих уровнях если центральный банк долгое время не будет снижать ключевую ставку соответственно мы можем достаточно продолжительное время находиться на текущих значениях в долговом рынке потому что длинные оффз даты огошения которых является там 38 40 год соответственно до окончания огошения еще достаточно продолжительное время и тело облигации может находиться на текущих уровнях достаточно долго поэтому безусловно этот фактор также влияет на наш рынок акции по той причине по которой я только что все объяснил другой важный момент для нашего рынка это отсечка наших крупных компаний и одна из компаний это конечно сбербанк отсечка по который будет уже 11 числа а это на секундочку следующая неделя и в своих доводах предыдущих выпусках я также говорил об этом что многие игроки сейчас будут ждать не будут покупать рынок а будут ждать отсечку потому что сама сбербанка потому что глупо покупать перед такой достаточно крупной отсечкой когда рынок могут продавить соответственно отсечка по сбербанку фактически может быть в порядке там до 20 до 30 пунктов рублей соответственно и индекс мвб у нас откроется наверняка гэпом вниз и многие бумаги индексные также могут под этим натиском просесть поэтому я бы не спешил выкупать сейчас наш рынок с гэпом сбербанка мы можем открыться и вплоть к уровню 3000 и здесь уже нужно будет обращать внимание а будут ли сбербанк откупать на текущих уровнях ведь банковский сектор сейчас находится под достаточно таким серьезным давлением и данные которые будут выходить по банковскому сектору в отчетности начиная со второго полугодия они могут быть уже не такие радужные во первых повышение ключевой ставки естественно будет давить на формирование так скажем кредитного портфеля то есть у нас во первых по если мы берем с вами ту самую ипотеку сейчас 1 июля сворачиваются то скажем многие там программы которые применимы скажем к льготной ипотеке соответственно у нас и спрос на ипотеку будет снижаться у нас будет высокая денежная база деньги станут дороже соответственно кредитов будет брать меньше соответственно будущий доход у банков будет снижаться также не нужно забывать что в период высокой ключевой ставки становится дорогое обслуживание долга то есть те компании которые сейчас достаточно сильно зависит закредитованы у кого большие долговые обязательства эти долги они становятся более дороже в обслуживании связи с этим могут возникать различные просрочки ведь кредитный портфель набирался последнее время в виду низкая денежная база достаточно активно а вот как будет рассчитываться по этим кредитам конечно же сейчас достаточно хороший вопрос а какой минус еще со стороны банковского сектора естественно банки будут отчислять в резервы соответственно отчисления в резервы под возможные невозвратные кредиты это также будет ложиться на расходы банков соответственно чистая прибыль банков будет за счет этого также сокращаться то есть в любом случае будем с вами смотреть на отчеты ближайшие будет ли действительно уже проявляться вот это высокая денежная база на финансовой отражаться на финансовой отчетности банков либо вот это отражение будет уже более то скажем в позднем варианте отчетность скажем осенью но на мой взгляд во втором квартале уже сейчас принципе эти показатели уже должны ухудшаться и мы можем с вами уже увидеть ближайшее время ухудшение показателей в отчетности банковского сектора ведь если мы с вами посмотрим после с моего бесплатного телеграм-канала где выкладываю все новостную линейку своими комментариями обязательно подпишитесь ссылочка внизу под видео даже главный наш оптимизм банковского сектора герман оскович греф говорит что российский банковский сектор до четвертом году вряд ли покажет результат лучше чем 2023 году а ведь сам греф еще ранее говорил что у того сбербанка показатели будет лучше чем 2023 году поэтому здесь вот такой становится вопрос если уж греф свой оптимизм сменил на пессимизм то действительно наверное какие-то ухудшения банковском секторе будут крупные компании хотели бы сегодня на самом деле провести дилистинг как опять же вкидывают новости глава втб греф в этом плане делиться прибылью особенно нет смысла но и здесь какой-то такой намек про пролит пролетает да опять же от главы втб втб ждет убытки в сегменте розницы 2024 году из-за процентного риска и роста инвестиций в сеть и клиентов то есть а если ранее то же самое глава втб говорил что ждем роста капитализации акции работаем на дивидендным сюрпризом говорил финансовый директор втб также пояснение было что втб не планирует ролик отделить собственных акций хотя с другой стороны глава втб говорит что крупные компании сейчас в то непростое время не хотят делиться своей прибыли наверное какой-то в этом намек есть намек в том что в с одной стороны вроде как ждите сюрприза по дивидендам от втб с другой стороны родика крупные компании то не хотят делиться наверное втб в первом числе этих крупных компаний и в то же время втб планирует эти деньги которые он зарабатывает в принципе многие из которых сейчас являются разовыми от той же самой борода же скажем европейских активов до которых ранее говорили вот вот новость была что втб выкупит долю почта россии в почта банки за 27 5 29 5 миллиардов рублей главное чтобы на эту на эти покупки возможно это не последняя покупка ранее мы с вами помним что втб выкупал то же самое открытие для которого до покупки которого делалось добка собственно я надеюсь что сейчас для по этой покупки добка делаться не будет а также так как идет сейчас процесс собственно обратного сплита сплита соответственно там вот из-за этих нулей кучи до остается не целые а дробные акции соответственно втб хочет выкупить у акционеров вот эти дроби да которые не будут являться целыми скажем после обратного делистинга делистинга после обратного сплита а потом вернуть в рынок соответственно наверно покупать он будет не по каким-то заоблачным ценам ну а потом тупо кинет их в рынок да хотя там объем и небольшой но я сомневаюсь что обратный скажем выброс в рынок будет проходить какими-то этапами скорее всего сегодня выкупит на следующей неделе скажем эти акции дробные запустят обратно в рынок собственно втб может еще на этом и заработать далее посмотрим с вами как ведет себя инструмент такой как золото собственно здесь образовывался некий клин в рамках которого была проторговка опять же все такие такие технические моменты я собственно описываю своем вип-канале в приватном телеграм-канале соответственно участники этого канала также обучаются техническому анализу собственно здесь я писал что золото техническо технично достаточно в клиник ходит пружина сжимается и скоро будет выход из этой формации и рисовал собственно здесь стрелочку что выход будет в верхнюю его часть исходя из этой так скажем формации обычно идет дальнейшее продолжение при выходе продолжение движения в ту сторону в которой собственно был заход в этот клин ну если мы с вами обратим внимание то выход у нас как раз таки состоялся целью данного выхода у нас будет являться вот это вот зона ну собственно в которую мы уже дошли а теперь будет вопрос в том будем мы ли обновлять вот эту верхушку если мы эту верхушку обновим соответственно шортистам привет их маржин колы будут продолжаться то есть усредняться можно будет просто до посинения видимо все кто шортил золото вот с этих лоев не до конца еще использовали все свои плечи но а те кто использовал и конечно уже давно вынесли просто напросто вверх но и главное чтобы я из всего этого вынес это конечно же слова набиульной основным предметом обсуждения на совете директоров центральном банке в июле будет шаг повышения ключевой ставки не вариант повышения либо не повышение ключевой ставки а шаг повышения то есть фактически набиульна уже говорит что ставка будет повышаться вопрос насколько то есть все в принципе идет к той логике которая давно мной описывалась буквально еще несколько недель скажем либо месяц еще назад вот соответственно рынок на это будет реагировать еще будет у нас некая волатильность хотя в общем хочу также добавить что у нас сейчас период отпусков уйдет лето соответственно у нас многие крупные игроки находятся в отпусках многие сейчас не торгуют поэтому мы с вами видим такую достаточно низкую волатильность на нашем рынке ну и подытожив что можно сказать по текущей последующей неделе на нашем рынке а то что скорее всего до отсечки сбербанка у нас бумаги откупать не будут потому что смысл до откупать до отсечки когда на отсечки могут уже эти бумаги продаваться большим дисконтом поэтому на мой взгляд на следующей неделе было бы целесообразной дождаться отсечки по сбербанку и я думаю что рынок в принципе эту идею будет отыгрывать то есть фактически у нас скорее всего волатильности может не быть до отсечки сбербанка а уже после отсечки отсечки сбербанка рынок попытается спекулятивно откупать мы это наблюдали с вами уже достаточно часто все вот эти проливы на отсечках достаточно крупных когда у нас была отсечка какой-то крупной компании после которой у нас рынок потом выкупался и начинался некий отскок я думаю что в этот раз будет аналогичная ситуация вопрос в том а ты криват ли спекулятивно отскок по сбербанку или нет ведь сейчас та прибыль которая была в сбербанке за 23 год она под сомнением будут ли достигнуты эти значения 2024 году виду высокой так скажем денежной базы хотя опять же тот же самый сбербанк даже с учетом того что денежная база высокая чувствует себя достаточно неплохо так как принципе этот банк является как уже айти компании и у него много различных направлений за счет которых он собственно сформируют формируют свою прибыль ребят вот такой небольшой обзор пишите в комментариях что вы думаете по этому поводу ваши ли мысли и пожелания не забывайте подписываться на это канал то все наши сообщества в описании под видео первая ссылка это подписка на закрытый инвесторский клуб где собственно я пишу свою аналитику в режиме онлайн мы видим что все кто кричал что индекс полетит на 3500 сейчас снова перебывается ну а моя аналитика оказалась опять верная соответственно здесь опишу свою аналитику в режиме онлайн то что я покупаю так скажем на какие объемы ну и собственно свое видение на рынок в режиме онлайн различные технические разметки по акциям различные технические формации соответственно подписчики параллельно обучаются и техническому анализу вторая ссылка это заказ карты think of platinum по акции по моей ссылке заказов данную карту во первых обслуживание будет бесплатно и данной карты навсегда во вторых вы получите кэшбэк 2000 рублей если потратите с этой картой 5000 рублей но я думаю что в за целый месяц после получения карты можно потратить 5000 на любые продукты там скажем магазине вот и как только тратите эту сумму вам обратно возвращается кэшбэк по данной акции 2000 рублей рублями обратно на карту соответственно компенсируем 50 процентов покупки ну и третья ссылка это подписка на бесплатный телеграм-канал новостной где выкладываю всю свою новостную линейку собственно важную со своими комментариями но я всем желаю удачи в следующей неделе будет интересная непростая будет отсечка сбербанка поэтому свои мысли и свои действия я буду писать в своем приватном телеграм-канале ну а новости в своем бесплатном телеграм-канале проходите подписывайтесь всем удачи всем здоровья всем только прибыли всем пока пока